добрый день дорогие друзья у нас была белая тха мы продолжаем смотреть что написано написано о посвящении левитов и удивительно что всевышний говорит что взять левитов и пусть обреют все волосы свои мы это читаем в законах о прокаженных зачем это левитам нужно то нашим удалец и говорят а вместо кого всевышний взял левитов вместо первенцев станов израиля но раньше первенцы были священниками до дарования торы все функции выполняли именно первенцы строили они жертвники приносили жертвы все выполняли что всевышний говорил после того как первенцы были виновны в изготовлении золотого тельца то всевышний у них забирать первенство так как они служили идолом то это идол то все равно что мертвый а после мертвого надо очищение вот поэтому левиты обязаны были так очистить сбрить все свои волосы всевышний вообще запрещает мужчинам сбрить все свои волосы и тем более брить не со встречи сбрить то есть подмышками там поховать сейчас все запрещено не делают это мужчины а тут специально указание всевышнего все и брови тоже как мы читаем других главах но ресницы наверно нет не пишется за это ничего в общем все левиты были обриты специальные жертвы тоже непростые то есть если мы читаем быков жертву все сожжение ну хорошо это обычно жертву сожжение сжигается жертва целиком делится на четыре части сжигается все это мы знаем а потом пишется о жертве хатат от общества левитов приносится же бык в жертву хатат и не пишется что его будут есть обычно коины чтобы искупить вину человека они обязаны съедать эту грязничную жертву невзирая на то что это даже козел который невкусный вообще обязаны тогда так снимается грехи человека но в данном случае мы смотрим может быть кровь его внесена в святилище так нет если мы знаем что сангидрин допустим или первый священник приносит жертву грехочистителя то кровь вносится в храм святилище и брызгается в сторону завесы один раз вверхом шесть раз вниз потом подходят к маленькому жертвеннику золотому для ароматных лавоскурений и обмасывают рога маленького жертвенника углы жертвенника возвышение по главу жертвенника после этого выносят кровь во двор храма и выливают оставшуюся кровь у основания большого жертвенника для всесожжения медного после этого вынимают из быка жировые части сжигают их на жертвеннике а мясо и шкуру и нечистоты все выносят за стан к месту выброса пепла и там сжигается в чистом месте сжигают и написано закон что животные кровь которых внесена в святилище сожжены лучше сожжены на огне вне станок но в данном случае никто кровь в святилище не вносил и тогда окоины обязаны есть но вот в том-то и дело что это специальное указание всевышнего при посвящении левитов эту жертву тоже не есть смотрит говорят тоже сжигали и как жертву аллах как жертву всесожжения вот такой удивительный случай так это работает служат левиты пишется с 20 лет 25 лет до 50 лет но мы же с вами читаем что 30 до 50 почему здесь 25 что здесь такого и пишет рабе сломается какие благосленно памяти он говорит что имеется ввиду что в 25 лет человек приходит обучаться он пять лет учится выполнять заповеди храма их обучают пять лет и если учение пошло нормально все то это левит приступает к работе в храме вот так так это работает то есть 30 лет он уже служит до 50 лет как положено вот так вот а после 50 лет он уже занимается охраной храма обучает других людей торе других левитов перейдет им опыт и открывает ворота храма в общем вот это обязанность человека после 50 лет и пишет раньше что вот эти пять лет обучения мы видим очень важная цифра потому что наши мудрецы видят в этом человека который за пять лет не мог освоить материал то его больше их же не учат пять лет вполне достаточно а больше не нужно если осваивать на счет не будет такой квалифицированную работу выполнять будет помогать на тех работах которые ему скажут мало квалифицированных вот так вот вот это нам очень важно еще очень важная вещь огорон всевышний скалмаше что перетрасти надо всех левитов и огорон взял и поднимал левитом вверх низ там перетряс всех левитов все 22 тысячи ведраж пишут скорее всего 22 300 ну там правда 300 были первенцы может и хина было ночью 22 тысячи ведраж пишут всех арон перетряс пишется что он обладал невероятной силой как это можно за день так перетрасти столько людей и времени на это мало 22 тысячи по пару секунд это практически или чудо или никак но это заповедь он выполнил вот огорон и так левиты посвящены уже на служение в храме а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души мойша бен давид берта бот исраэль клара бот сергей памяти павел бен эфим яков бен ахум владир бен григорий за здоровье слава бот шоу амьёна бен цара шмон бен эсхак и на бот мира борис бен мария мой шаг бен маня анна бот ривка игорь бен кира полина первая цена сура лена баклара давид бен стела же мат и до рахель бат лилия она бот и лена стела бот тейла и финбе стер и на бот дора двора бот мирям из станислав бен рахель моисей бен ева или на бот дворах и 7 раиса и несом от моей гений бен бертогейма и тафира бат она генеми елена бот энесса ольга бат светлана юсиф до обыдена тани бот фридо и до бот три по воде бен тяна юрия бот бело яков юсик архейль шимон бен мирав эйга бот берта ася бот года марк бенина и робот вера лебен клара рафаэль бен клара ханна сипора бот сара и 2 хариво фин бен соня майя бот фаина алексей бен ольга гай бацарин маслон барсас гула ирина батури арон оры бен ри за хороший дух арон оры бендвора дизмин ахум овигаль бацара хана Ана Бат Абрагам, Рафаэль Рилей Бен Лариса, Галя Бат Гидалия, Парнаса Ябрюд, Лаир Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Боридзин Марина, Алексей Бен Наталья, всего хорошего, Олегу Марченко, всем браха, Парнаса Каванам, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится страшная война и до следующих встреч, надеюсь, настоится завтра в 15 часов, шалом.